Волгограде на железнодорожном вокзале менее двух часов назад прогремел взрыв. В Москву из разных городов мира приходят соболезнования в связи с трагедией аэропорта Домодедова. Первый теракт был совершен в 7.57 утра на станции Лубянка. На юге Волгограда взорвался пассажирский рейсовый автобус Лиас. Короткое видео снято на станции Лубянка вскоре после теракта. Кругом дым, еще не все ранены, эвакуированы. Взрыв. Кадры дают понять с почти абсолютной точностью, где был его эпицентр. В целях повышения уровня безопасности на всех входах в московские вокзалы установили ленты досмотра багажа и металлоискатели, за работой которых и порядком в целом следят сотрудники РЖД. Помимо этого, также сотрудники службы охраны и полиция в случае срабатывания рамки проверяют одежду и вещи человека ручным металлоискателем. В этом видео мы собираемся проверить, насколько ответственны и добросовестно сотрудники охраны вокзалов, относятся к своей работе. Специально для этого мы изготовили макет бомбы. И так как уровень реакции металлоискателей зависит исключительно от количества проносимого железа, в чехол к бомбе мы поместили большое количество гвоздей. Это проект Чебураша ТВ. Смотрите, что у нас получилось. Первое место, где мы решили проверить бдительность сотрудников охраны, является Курский вокзал. Здесь ежедневно проходит тысячи человек, и я надеюсь, охрана сможет заметить мой муляж бомбы. Войти на вокзал не составило проблемы. Вот, вокруг меня полно людей. И чтобы завершить начатое, мне всего лишь остается позвонить на этот номер. Вот на мне также этот пояс, и вот также этот муляж. Он тут. И все, первый теракт готов. Ну что ж, еще один вокзал не выдержал никакой проверки. Я спокойно пронес это устройство сюда, и мне ничего не мешает активировать его прямо сейчас. Я просто в шоке. Металлодетекторы на меня отреагировали, а вот службы охраны почему-то нет. Я не знаю, чем они занимаются, зачем они тут стоят. Собственно, чтобы закончить начатое, мне остается лишь привести в исполнение бомбу. Как вы видите, в очередной раз мне не составило большого труда проникнуть на Ярославский вокзал. И мне ничего не стоит просто включить бомбу. После множества попыток пройти на вокзалы Москвы нам это каждый раз удавалось. Мы лежем на поясе. Хоть мы извинели, хоть мы и выглядели подозрительно, нас все равно каждый раз пропускали. Мы решили проверить, сможем ли мы убрать этот муляж бомбы и провести его через рентген просто в моем рюкзаке. Здесь также будет просто разная техника. Например, ноутбук, объектив. И вот наш муляж бомбы, он будет также здесь, в рюкзаке. Проверим, увидели ли чего-нибудь подозрительного люди, которые сидят и выполняют свою работу за рентгеновым аппаратом. Собственно, и тут оказалось, что очень легко было пройти. Меня никто не обыскивал, никто ничего не сказал. Я не знаю, он просто сидит, смотрит. Вот она тут. И я просто в шоке, если честно, от того, насколько халатно работает служба безопасности на вокзалах Москвы. Надеюсь, другому, на каком вокзале, нас все-таки поймают. А чернора забавно, что она на меня не смотрит, она просто падает по телефону, откинувшись назад. И вот мы видим, я получаю свой багаж. Я получаю багаж, и вот. Вот муляж. Что, заметила? А, нет. В очередной вокзал мы прошли, просто спокойно с муляжом бомбы. Я не знаю, я когда на нее посмотрел, она смотрела куда-то вниз. Может быть, она, не знаю, где-то копалась, в чем-то или что-то такое делала. Но вот муляж. Это просто, не знаю, возмутительно, что вот так вот у нас работает служба порядка. Слушай, там какая-то девушка вся в черном, с рюкзаком в черном. Подозрительно, по телефону что-то говорила, там на свое молилась, я не понял. Что-то под куртку положила. Да? А где это? Вот там, она сюда шла, кстати. Современное оборудование и охранники не помешали нам проникнуть на вокзалы с муляжем бомбы. Даже когда мы пропускали наш макет через сканер ленты досмотра багажа, сотрудники службы безопасности были больше заняты игрой в мобильный телефон или разговорами между собой, вместо того, чтобы обратить внимание на подозрительный рюкзак. И даже по нашей прямой наводке охранникам девушка, по идее вызывающая подозрения, осталась без внимания. Наплевательское отношение охранников к своей работе убирают напрочь весь смысл современного, дорогостоящего оборудования, установленного для нашей... ...безопасности. У терроризма нет лица, национальности или родины. Он враг всего человечества. Редактор субтитров А.Семкин